В Московском парке искусств Музеон прошел светский благотворительный вечер. Его целью стал сбор средств на создание первого памятника знаменитому детскому поэту Самуилу Маршаку. В благотворительности самое важное не просить у кого-то деньги, а дать возможность людям участвовать в большом, светлом, очень важном и благородном красивом деле. Вот сегодня эта заявка, то что сегодня мы видели, это как раз вот мы предложили всем участвовать в таком прекрасном деле. Очень красивый макет памятника. Очень красивый. Очень красивый вечер. Партнеры собрались у нас в такие места прекрасные. Даже дождь нас не намочил. Собрались цвет московской интеллигенции артисты. Памятник будет красивым, это уже видно. Но это камень, это бронзовый памятник. Еще очень важно вернуть Маршака в обиход. Литературный, школьный, детский, садичный. Вот вернуть нашим детям и внукам Маршака. Вернуть Маршака вызвались известные российские артисты, музыканты и телеведущие, а также внук поэта Александр. Он в качестве вступления прочел собственное произведение. С мылом Маршаком много лет я был знаком. Часто, сидя в кабинете, он читал стихи о детях. Сбившись стайку у стола, позабыв про все на свете, про уроки, про дела, ждали сказку про козла и про глупого мышонка, и про терем-теремок, и про то, как старушонку свой же пес узнать не смог. Про картину и картонку, чемодан и собачонку, про жирафа и слона. Как за твистером в догонку гнались дочка и жена, про пожар и тетю кошку, свежих ландыш, его кошка. На благотворительном вечере каждый из чтецов выбрал для себя произведение, близкое ему по духу. К примеру, Юрий Каннер прочел стихотворение на идиш, чтобы напомнить гостям об атмосфере традиционной еврейской семьи, в которой рос и воспитывался Маршак. Ерот гезейн, ер вер дершик, ерот гезейн, ер фойл энд фолт, ер вер финтуг цинтуг мэр олт. Им убгелос зи ох ди ант, эн ойс гелос зи ах ди махт, им гот от зих, им ах дер мант, им эрот мих цин айх гебракт. Последний литературный секретарь Самуила Маршака Владимир Познер поделился своими воспоминаниями о великом поэте и прочел сонет номер 74. Возможно, я единственный человек здесь, который просто очень хорошо знал Самуила Япча. Я у него работал два с половиной года как литературный секретарь. Ну так называлось, на самом деле я просто был писарем. Я отвечал на письма, которые он получал на французском, английском и русском языках. Он иногда смотрел мои поэтические переводы и читал мне свои, потому что он любил на слух проверять себя, как он перевел. Был этот человек совершенно необыкновенный, очень вспыльчивый, совсем такой спокойный, очень разный. В юности был сионистом, очень активным. И, кстати, прекрасно говорил на едише. Когда меня отправят под арест, без выкупа, залога и отсрочки, Ни глыба камня, ни могильный крест, мне памятником будут эти строчки. Ты вновь и вновь найдешь в моих стихах все, что во мне тебе принадлежало. Пускай земле достанется мой прах, ты, потеряв меня, утратишь мало. Собою будет лучшее во мне, а смерть возьмет от жизни бестротечный осадок, остающийся на дне. То, что похитить мог бродяга встречный. На добрых и веселых стихах Самуила Маршака выросло не одно поколение. Его любят и взрослые, и дети. Однако создать монумент поэту решились только сейчас. Самуил Игоревич Маршак никогда не был в числе таких первого ряда официально признанных писателей. Детский, вроде не так, чтобы такое пафосно-политическое направление творчества, не звал к победам коммунизма, не славил вождей, переводил с английского языка, тоже не очень хорошо, как известно. Вот. Достаточно тихо жил, достаточно тихо ушел из жизни. Негромкий был человек. Памятник Самуилу Яковлевичу Маршакову это и для Израиля довольно знаменательное событие, потому что это не только сын еврейского народа. Маршак был в Палестине в свое время, еще не было государства Израиля. Он писал об этом, его воспоминания, его записки. Они в Израиле довольно популярны и знают их. Ну, кроме того, мы выросли, те, кто приехал из Советского Союза, конечно, выросли на его стихах. Будущий монумент высотой в 2,5 метра планируют установить в центре Воронежа в ноябре, к отню рождения писателя. Автор скульптуры Максим Дикунов признается, что увидел образ Маршака во сне много лет назад. И вот сейчас он полностью перенес его в реальность. Я про Маршака много знаю уже. Это мой земляк. Я учился в школе, которая находится напротив дома, где он жил. Конечно, он очень много знает. На сегодня на установку первого в России памятника поэту собрали около 2,5 миллиона рублей. Этот факт говорит о том, что творчество Самуила Маршака помнят и любят. Пускай моя душа огонь и дух, но за мечтой, родившейся в мозгу, я, созданный из элементов двух земли с водой, угнаться не могу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok